Господь наш Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, сегодня мы просим, чтобы Ты благословил нас, благословил это время, время, когда мы познаем Тебя, время, когда мы через Слово приближаемся к Тебе, Господь. Пусть Твой Дух Святой сегодня дарует нам откровения Твои, Господь, чтобы нам приблизиться к Тебе, понять Тебе, познать Твою волю святую, Господь. Благослови Слово, Господь, и Ты открой его нам сегодня, мы нуждаемся в Тебе. Спасибо, Господь, за Твою смерть, за Твои страдания на кресте, за то, что Ты нашу жизнь изменил, что Ты нас спас и оправдал нас, Господь. Во имя Иисуса Христа мы искренне благодарим Тебя, Господь, и мы славим. Благослови на это время, благослови моих братьев и сестер, пребудь с нами во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Господу. Тема занятия сегодня, которую мы будем проходить, называется «Сосуд Господень». Сосуд Господень. Ну, вам понятно слово «сосуд», да? То есть, это такая емкость, в которую что-то либо насыпают, либо наливают, либо ложат что-то. Вот это называется «сосуд». Мы будем говорить о сосуде Господнем. И на примере мы разберем с вами один текст из Ветхого Завета, четвертая книга «Царств». Если у вас есть Библия, давайте откроем. Четвертая книга «Царств», вторая глава, и с 19 по 22 стих. Четвертая «Царств», вторая глава, с 19 по 22 стих. Давайте я буду читать, а вы следите. «И сказали жители того города Елисею, вот положение этого города хорошо, как видит Господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна. И сказал он, дайте мне новую чашу, и положите туда соли, и дали ему. И вышел он к истоку воды, и бросил туда соли, и сказал, так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. И вода стала здоровой до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал». Вот мы видим, Библия описывает нам город, в котором живут люди, и все вроде бы хорошо. Все вроде бы хорошо, положение этого города прекрасно, но они жалуются Елисея и говорят, «Вода нехороша». То есть вода, которая была в реке там, или в колодцах, которые они имели, вода была нехороша. Что это значит? Ну да, плохая вода. Что это значит? Вот, я не знаю, я не знаю, занимались ли вы там садоводством, или выращивали ли вы деревья, или плоды какие-то, то обязательно при посадке деревьев необходимо поливать. И вода должна быть, то есть от воды очень много зависит, правильно? Виноградник там, или... Что происходило вот в этом городе? То есть люди сажали семя в землю, значит, поливали, брали... Поливали это семя. Что происходило? Оно всходило, все вроде бы хорошо. Появлялось дерево. И, конечно же, люди ожидали того, что на этом дереве появятся плоды. Но плоды не появлялись. То есть дерево зацветало, но потом эти цветочки опадали, и плода так не было. и причина эта была в воде. И причина эта была в воде. Все вроде бы хорошо, вода есть. Ну и жажду она как бы тоже удаляет. Но из-за этой воды деревья не приносили плода. Вот о чем сегодня речь? Вот мы смотрим на нашу жизнь. Все вроде бы хорошо. Ну как бы живут люди, да, более-менее. Возможности есть заработать, квартиру приобрести, одежда, слава Богу, можно купить. Покушать можно. Позволить себе. Вот я помню, молодежь-то этого не знает. А вот помню, в советское время, например, мандаринами так не побалуешься, или апельсинами, как сейчас. Бананы вообще дефицит. Я помню, как-то мама купила бананов зеленых. Зеленых, не знаю почему. И на балкон их положила. Я так сильно хотел банан. Ну а положила на балкон, чтобы они поспели. А я так сильно хотел бананов попробовать. Ни разу не пробовал бананов. Ну и не вытерпел, в общем. Разочаровался в бананах надолго. Зеленый банан. Все связал. Ортудовым, пху, какая гадость. Как эти африканцы там эти бананы жуют. Ужас. Сегодня мы видим жизнь как бы в другом русле. По-другому. Вроде бы все хорошо. Но плодов нет. Жизнь человека от этого не делается. То есть он не чувствует себя счастливым. Смотришь, вроде бы все есть. Но люди злые. Ну вроде, что ты жуй бананы и радуйся жизни. Есть возможность. А вот он несчастный какой-то. Вот точно так же можно и взять касательно христианина. Человека верующего. Вот вроде бы все хорошо. Вроде бы, ну, и собрание посещает. И молится. Но чего-то не хватает. Вот нет плодов. Плодов. Нет радости. Нет любви. Нет долготерпения. Нет кротости. Вот как-то все плохо. И что делает Елисей? Посмотрите. Он говорит. Первое. Дайте мне, что? Новую. Прошу ваше обратить внимание. Новую чашу. Второе. Соль. То есть чаша должна быть новая. И туда должна быть положена соль. Да? Дальше. Сразу я хочу задать вам вопрос. Почему новую? Вообще. Почему чашу? Можно же просто взять щепотку и бросить. Да? И третье. Почему соль? И дальше. Вышел он. Куда? То есть. Не высыпал не туда, откуда его поливали. Да? Не колодец даже. Где вода. А он вышел к истоку. И именно туда, в этот исток, откуда исток, это откуда начинается, откуда начинается вода. Да? Именно туда он он насыпает, высыпает туда соль. Бросил туда соль. Взял чашу, в чаше соль и бросил туда соль. И что произошло? Вода перестала быть больной. Вода стала здоровой. Соответственно, здоровая вода была здесь, здесь, здесь и появились плоды. Вот я вам как бы обрисовал эту историю, как она выглядела. Но на самом деле это духовные вещи, о которых я говорю. Мы очень часто пытаемся вот что-то здесь исправить, когда уже что-то насадили, что-то построили, что-то создали. Например, семью мы создали или на работе где-то, или в служении мы что-то делаем. Мы вот здесь пытаемся что-то исправить, когда вдруг что-то идет не то. Вроде бы пошло, пошло, раз, оп, плодов нету, осыпалось цветы. Мы ожидаем, они должны завязаться и плоды должны из цвета появиться. А вот что-то не завязалось и цвет опал. И мы, да что такое, а? Ну, на следующий год, может быть. На следующий год то же самое. И мы начинаем уже исправлять вот здесь что-то. Думаю, может быть, обрезать надо, может быть, прополоть надо. Или пытаемся изменить что-то здесь. Может быть, надо поливать не из ведра, а из лейки. Лучше будет же, чем из ведра. Как? Лучше, да, из лейки. Из лейки лучше, да. А какая разница, если вода там, это, мертвая, если вода больная, какая разница, из ведра ты будешь или из лейки. И понимаете, да, и очень часто мы пытаемся что-то в нашей жизни исправить, то, что плода не приносит. то есть, мы не идем к истокам. Где-то утеряно там в самом начале, в самом начале что-то утеряно, вода больная. Вы знаете, что Писание говорит нам, научит нас, что Слово Божие это как вода. Но в жизни одних людей Слово Божие действует, в жизни других людей Слово Божие не действует. Наблюдали вы такую картину? Почему? Что происходит? Вроде бы все хорошо, и Слово Божие есть. Мы читаем его, молимся, чего-то не хватает. Чего-то не хватает. И исцеление произошло благодаря соли, которую насыпали в новую чашу. Вот сейчас немножко об этом, что нам, если мы хотим, чтобы в нашей жизни, в нашем служении были плоды, чтобы это было не напрасно. В каком-либо предприятии, которое мы пытаемся организовать, там, ну, семья или работа, или еще что-то, дело какое-то, служение. Если мы хотим, чтобы это приносило свои плоды, нам нужно позаботиться о здоровой воде, о Божьем Слове, чтобы Божье Слово, оно проникало. Без всякой примеси. Вот мы сегодня буквально вот разговаривали с тобой, мусульмане, вроде бы они то же самое говорят. Ну, то же самое. Ну, как, ну, вроде бы, вроде, ну, так же. Конечно, так же, но там не то, что соли. Да, соли нет. Вроде то же самое говорят, а Христос для них не является спасителем и Господом. и без этого вроде бы все правильно говорят, ну, а плодов нету. Жизнь не не приходит в правильное русло. Вода должна быть живая. Или вот сейчас мы тоже разговаривали, там девушка девушка заходит, говорит, я, говорит, православную церковь. А почему православная церковь? Ну, как бы удобно так. Ну, тоже вроде бы вода есть, тоже вроде бы и там даже и Христос Господь. Но выбираем то, что нам может быть удобно, нам удобно, как правило, которое нам, нам, для нас выгодно. И поэтому жизнь, она не приносит плоду, как бы мы хотели. Вот. И возвращаемся к истокам. Понятно, да? всегда возвращаемся к истокам, возвращаемся к началу. И в начале было, что? Слово. Слово было у Бога, и Слово было Бог. И это говорит о том, что мы должны иметь взаимоотношения с Богом. Не просто читать Библию, у нас должно быть взаимоотношение с Богом. Мы должны познавать Бога. И познавать Бога мы можем, конечно, через Слово. Но мы должны знать, что Бог – это личность, обитающая посреди нас, живущая в среде народа Божьего, пребывающего рядом с нами и живущая в нас, как в храме Божьем, если мы позволяем. И возвращаясь к истокам. Но, понятно, да, это? Но в сути наша тема сегодня – это сосуд Господний. Теперь уже немножко о другом. Когда с нами все в порядке, Бог желает использовать нас, каждого из нас. Не просто, но чтобы мы, как вот эта соль, соприкасаясь вместе, размешанная вместе с водой, соприкасаясь вот с такими ситуациями, могли эту ситуацию менять. Могли исцелять больную воду и менять ситуацию. То есть для этого Бог желает использовать нас с вами. Мы – соль, так и в Евангелии тоже так написано, что вы – соль земли. Да, но если соль потеряет силу, что делает ее соленой? То есть в самой соли, в этой кристаллической так, как субстанции, или как назвать правильно, составляющей в веществе кристаллическом, в нем находится сила. например, если посолить рыбу или мясо, оно не протухнет. Оно сохраняет. Оно придает вкус. Например, знаете, вот есть такое христианство без вкуса. Как бы так вот, ну да, да, вкуса. Ну, как бы, я христианин, ну, а ты, что получаешь ли от того, что ты христианин, вкус к жизни не есть у тебя, ну, как бы, вот, вот машину купил, вот у меня сразу вкус к жизни. Или, когда, там, денег заработал, опыты потрогал, их сразу вкус как-то к жизни. А христианство, ну, это как бы, вкуса нет. Почему? Потому что соли нет. Что еще соль нам дает? Ну, я говорю, вкус. Представьте, просто без соли. Без соли мы все готовим, без соли, ужас. консервацию, то есть, она сохраняет от, она сохраняет от гнили, от разложения, да, какие-то продукты мы используем. Конечно, она придает нам вкус. Ну, и, конечно, другая есть крайность, когда можно пересолить. Ну, некоторые, да. все равно борщ, а борщ, да, рыба тоже, она может быть сильно соленая, что же, пху, есть не хочется. Ну, вот сегодня приходила, кто, твоя, инспектор, пришла посмотреть, как ты живешь, что на пуле вылетела, говорит, я не хочу быть, не хочу, у меня своя вера, пуля вылетела и убежала. Что-то соли там добавил, какой-то, знаешь. чай на сипу. Ну, она, кто сидел, да, заходит, так, Василий, покажи, где ты живешь. Все так радостно, и Вася ее завел, показал, где живет. И потом она выходит, пуля, нет, я в свою церковь хожу, все, жу-жу-жу-жу, у меня православное там. Ну, что-то бросил туда, какое-то, да, пересоленное христианство такое. Или домой мы приходим, сразу всех, мы только с реабилитацией приехал, всех сразу дома посадил, телевизор смотреть нельзя, радио слушать нельзя, интернет выбросите, все, книжки не читать, домино не играть, все сидим, молимся по часу, утром всю семью ставит, как в репцентре, знаешь. Они говорят, мама дорогая, лучше бы был бы наркоманом, знаешь, или алкоголиком, замучил всех. С солью нельзя шутить, нужно как, кидаешь, попробовал, кидаешь, попробовал. Вот, и мы с вами являемся солью. Мы приняли Христа, мы являемся солью. И именно наше присутствие, вот в этом обществе, оно может придать вкус не только нашей жизни, но и другим людям. Если, конечно, ну, вода, это Божье слово, туда брошена соль, она оживает, просто вода нет, тут просто Библия, она же сама по себе, ну, что, что, просто Библия, дай. Что она, может она что-то? Ну, убить ей можно, вот, если хорошенько ударить головой, по голове там, то можно сотрясение, такая, серьезная Библия, правда? Она же как, как, как Библия, вода, вода, но, если ей долбить там, человек, плоды не будут, плоды, она не принесет в жизнь плодов, правда? Что нужно? Нужно, вот, соль, нужно соли добавить, вот, туда, начать ее применять, осолять. И мы являемся этой солью, вместе, имея это Божье слово. Понятно, да, вот эта вот вещь, очень важна. Я соль земли. И именно, моя жизнь, именно, моя, вот, мое отношение с Богом, может, заставить деревья приносить плоды. Смотрите, что нужно. Новую чашу. Просто Бог, Он не бросает соль в этот мир. Так, представьте картину, ты утром просыпаешься, все в соли, все, ведь в соли еще есть и обратная реакция, ржавчина может, да? Появиться. Соль, и тоже ржавчина. Но Бог так не делает. Он не разбрасывает соль. Бог что делает? Он берет, находит чашу, причем чашу использует новую. И мы с вами еще и являемся чашей, куда Он наполняет солью. не просто религия, наполняет вот этой жизнь. И мы с вами чашей. Вот теперь вы себе представьте, вот вы старая чаша и новая. Старая. Помните себя, когда вы были старой чашей и новой? Не вымытая старая чаша, потому что старую чашу, даже если она вымытая, ее можно увидеть, да? Вот пришел тут сейчас браток у нас. Сейчас не вижу я его. в падении постоянно. Это не новая чаша. Он как бы пришел, очистился, побыл немножко и опять. Понимаете? Для вас понятна разница старая чаша и новая чаша. Старая чаша, которая может быть очищенная, но не про это говорит Господь. Он говорит, новая чаша. Во Христе мы новое творение. Мы должны быть новой чашей, другой совсем, с другими принципами жизни, с другим отношением ко Христу. Вот именно в новую чашу и насыпает Бог соль. Мы смотрим, почему одних Господь использует очень так могущественно, сильно, а других нет. Другим даже и не дает. Вся проблема в чаше. Новая чаша, это Божьи условия. Новое творение. Через рождение свыше, через посвящение себя Богу. Новая чаша, и тогда Бог насыпает соль. И мы уже, имея новая чаша, имеем соль, мы уже приходим в этот мир, мы соприкасаемся с жизнью этого мира, и мы начинаем, соединяясь с Божьим Словом, мы начинаем осолять, эту землю. Друг друга осолять тоже. Тоже, когда кто-то болен, мы друг друга осоляем, да? Ну, осоляем, да? Чтобы не разложился уже окончательно, мы его раз вокруг с трех сторон. На домашки ходим, друг друга осоляем. Вот здесь тоже своего рода такая консервная банка, где мы проходим консервацию где-то в порядок. Плоды в нас вдруг появляются, или вода становится, Слово Божие становится для нас живительным. И для других людей тоже. Люди начинают приносить плоды. Вы поняли, да? Вот Бог ищет, вся проблема даже не в соли. И нет проблемы в воде. Есть проблема в чаше. Вот просто я скажу, дома у вас есть новая чаша? Где здесь новая чаша? Да. Новую? Ни разу не пользовался мне никто? Да, ну. А где это тут? А у вас дома есть тоже? Ни разу вы не пользовались ей? Это не так просто еще найти ее. Вот я, например, смотрю, у меня... Может быть, я плохо знаю кухню нашу? Но на днях привезли только. Тебе просто повезло, видишь? Вот. А я, например, у себя дома не могу вспомнить, чтобы у нас новая чаша, в которой ничего не насыпали. И в этом проблема. Потому что есть старенькие чаши вымытые. Но это как? Это они сегодня с Богом, завтра нет. Сегодня с Богом, завтра нет. Вот так, чтобы конкретно посвятить себя. Сказать, я сосуд Господень, все. Ничто нечистое во меня не войдет. Я буду хранить себя от греха. Лукавый ко мне не прикоснется. Ничто не сможет вывести меня из себя. Ни жена, ни дети, ни работа, ни деньги, ни болезнь, ни братья мои, ни сестры, которые меня выводят иногда из себя. Я храню себя. Лукавый ко мне не прикасается. Господь, а теперь ты меня используй. Насыпь в меня столько соли, чтобы я мог эту землю осолять, осолять своих домашних, осолять своих детей, осолять своих друзей, осолять своих соседей, одноклассников, одногруппников, соработников на работе, братьев и сестер. и постоянно возвращаясь к истокам, к истокам, к истокам, к начаткам Божьего Слова, сыпать эту соль в Божье Слово или через Божье Слово. И тогда она начнет приносить плоды. И жизнь будет иметь вкус. Христианская жизнь будет иметь вкус. Вот я вам скажу, я по натуре такой человек, ну, как это вот есть такое выражение? Ну, мне всегда не нравилось быть там, где скучно. Я по себе такой веселый, мне нравилось быть в радостных каких-то компаниях, чтобы было весело, чтобы как-то так интересно было. Мне не нравилось быть скучно. Вот я вам скажу, если бы христианство было таким, а хотя для многих людей оно таким и является, я бы не задержался бы здесь. Но удивительно и прекрасно, что настоящее христианство, оно имеет вкус. И тебе хочется жить. Тебе хочется... Ты получаешь некое удовольствие от того, что ты в святости ходишь, ты одерживаешь победу. Ты получаешь удовольствие, что ты можешь быть вот этой солью, что Бог может тебя использовать. Он может брать тебя и в нужное время, в нужное место насыпать вот эту соль. Ты так думаешь, раз он тебя высыпал, вот ты думаешь, как здорово. Бог меня использует. Новую чашу, Он использует меня. От этого меняются жизни людей, окружающих. И вкус появляется в жизни. Вкус. Аминь. Аминь. Друзья, давайте мы над этим подумаем. И мы сосуды Господни. Вот еще одну историю я вам хочу напомнить. Вы помните, наверное, такой человек в Библии был, имя ему Гедеон. Трусливый такой был немножко, боязливый. Не из богатого рода, не из многочисленного рода колена. Господь нашел его, когда он прятался. Прятался в Тачиле, место, где выдавливают сок виноградный, вино. И он там нашел несколько колосьев пшеницы и выколачивал зерно из этой пшеницы. И Бог там явился к нему и говорит, Гедеон, я хочу тебя использовать. Я хочу, чтобы ты принес в израильский народ пробуждение. А время было тяжелое, непростое было там время, враг полностью завладел Израилем. Если что-то евреи садили, пшеницу там или еще какое-то растение, или стемляне приходили, и все съедали, все подъедали. Но проходит какое-то время, и Бог призывает Гедеона, Гедеон откликается на его призыв, и вместе с ним в сражение собирается 32 тысячи человек. Мощная армия. И сколько, кто помнит историю, сколько участвовало в сражении, в настоящем сражении, сколько участвовало? 32 тысячи воинов откликнулось на призыв пойти сражаться, и всего 300 человек сражались. А знаете почему? Нет. Потому что всего 300 чаш было новых. Если вы почитаете внимательно, вы увидите, что Бог говорит Гедеону. Вот у вас собралось 32 тысячи мужей, которые пойдут на сражение. Вот те, которые приобрели для себя дом, те, которые только женились, те, которые приобрели себе волов, пусть они идут домой. Почему? Потому что, если мы хотим участвовать в данном случае в пробуждении, то наши мысли должны быть соединены с мыслями Божьими. А когда ты только женился? Какая война? Да вы что? Ну? Какая тут война? Да какое пробуждение? Через год придет. Понимаете, да? Но это не значит, что остальные не были женаты. Это не значит, что у остальных не было домов и не было волов. просто их мысли. Они были сосредоточены на тех же мыслях, что и мысли Бога. И Бог хотел освободить евреев из того положения, в котором они находились, чтобы они были свободными. И из 32-х 300, потому что он говорит, я хочу использовать новую чашу. Я хочу использовать такую чашу, которая со мной воедино, которая со мной дышит одним дыханием. И 300 человек одержала победу над многочисленной армией, принесла свободу. Что сделал Бог? Бог насыпал в них соли, и эти 300 человек так засолили, что всем паразитам пришлось оставить землю израильскую. пришла свобода. Вы тоже, да, знаете, что соль, она дезинфицирует. Да? Хотя, говорит, не сыпь мне соль на рану. Да. Но это полезно. И в Израиле, когда ребенок рождался, маленький, где в пустыне, то у нас тут их водичкой там туда-сюда, то в пустыне солью натирали. Лучшее дезинфицирующее средство было соляного раствора. Вот соль еще она убивает паразитов. Понятно, да? Проблема не в соли, проблема не в чаше, проблема в новой чаше. Вот представьте себя, жертву живую, святую, угодную, благоугодную Богу на служении. Представьте себя, как новую чашу, и Бог будет вас использовать. Да благословит нас Господь. Может быть, есть вопрос какой-то? Слово Божия, если точить, оно дезинфицирует паразитов гордости. Есть соль, паразит гордости, он у нас напущен, если можно искореняет из человека, обрабатывая так, чтобы сделать чистый сосуд вообще. Ну, так оно и есть, но я тебе скажу, тебе просто в помощь Бог даст Русю, которая будет соленой-присоленой, и он будет рядом с тобой, и у тебя в такие обстоятельства с ним загонит, в одной комнате вы будете с ним жить, и он из тебя, вся гордость из тебя вылезет. Понимаешь? Так иногда Бог делает. Вот так иногда Бог делает. Помещает нас в какую-то ситуацию, или посылает в нашу жизнь такого какого-то человека, вот, например, репцентр, это же хорошее такое солевое место, там, мама, там просто, там не то, что там хлорочкой посыпет, там солью, там, все. Так что хочется потом опять туда, даже если ты ушел, почему-то хочется опять. Как? А, ну, солевые, да. Солевые, соленые, не надо путать. Да, да. А то я был как-то на собрании в Божьей истины, и там девчонка одна. Я, говорит, соли хочу, соли хочу, кричал, наркоманка. Катя, да, вот она сейчас в библейской школе. Но я не понял сначала, говорю, ну, дайте вы ей соли, там, килограмм, пусть она хочет, хочет соли, лижет, солит. Это наркотики, оказалось. Она кричит, прямо из зала я проповедую, она кричит, соли хочу, соли. Говорю, ну, дайте вы ей соли, там соли, чтобы она, пусть она соли поест, не больше. Хорошо, благослови нас Бог, чтобы мы были новыми чашами, чтобы Бог нас наполнял солью, и мы осоляли эту землю, и вокруг нас не просто все расцветало, но и приносило плоды. Аминь. С миром Божиим. Благослови вас. Редактор субтитров…